Основное население Зырянки – это люди пришлые. Раньше в советские времена сюда приезжали на 3-5 лет, чтобы подзаработать. Но часто случалось, что северная природа, охота, рыбалка, а часто и работа, так влюбляли в себя людей, что они оставались жить в поселке надолго. Но годы идут, наступает время, когда расставаться с Колымой все-таки приходится. Вот и Михаил Сербинов, прожив в Верхнеколымском районе около 40 лет, все-таки три года назад уехал из Зырянки. Но душа его все еще остается здесь. Не могу забыть Зырянку. Сколько лет, три года уже не живу здесь. А постоянно и снится, и постоянно разговоры. И у нас небольшое землячество там в Рязани. Собираемся, обсуждаем, вспоминаем друзей, вспоминаем рыбалки, охоты. Ну, вот, может быть, и не ошибочное решение я принял, конечно, в свое время, вот три года назад. Но если бы не супруга, я, конечно, бы не уехал бы никогда с Зырянки. Хоть и приезжает наш герой сюда, старается делать это раз в год, но разве приезды и отъезды заменят постоянное проживание в любимом месте? По признанию Михаила Николаевича по Колыме он тоскует постоянно. Результат его ностальгии – сборник рассказов. Ну, с год назад такая боль души была. А мысли всегда здесь, поэтому вот эта ностальгия заставила меня сесть в книгу. Конечно, сомнений было очень много, очень много. Книга – это рассказики, небольшие рассказы, там, на две-три страницы, значит, о моей жизни здесь, о жизни моей семьи, о перестройке, начало перестройки, о жизни, как сложно было здесь, когда брошенные люди уезжали с севера. Вот эти вот крык души, вот он вложился все в книгу. Эта книга выпущена на собственные деньги. Извлечь из нее выгоду Михаил Николаевич даже не планирует. Практически все экземпляры станут подарками бывшим, но любимым землякам. Таких, как Михаил Сербинов, бывших колымчан, скучающих о годах, проведенных на севере, предостаточно. Почему так происходит, никто точно не знает. Но то, что север притягивает, признают все. Наталья Ломанова, Александр Данилова, НВК Саха, Зрянка.